всем привет сегодня готовим творожную запеканку а поможет нам в этом сборник рецептур блюд и кулинарных изделий открываем рецептуру номер 326 запеканка из творога все что понадобится я скажу попозже но хочу остановиться на одном моменте здесь технология довольно не то чтобы сложная но трудозатратная то есть здесь написано что манку нужно предварительно заварить я вам сегодня покажу свой вариант не менее вкусный но технология гораздо проще и прежде чем мы начнем хочу порекомендовать вам один молодой кулинарный канал видео рецепт с дарей добро пожаловать на мой вкусный канал даша готовит простые доступные блюда и делает это так весело и задорно я сама на них залипаю поэтому зная то как тяжело в начале пути очень вас прошу давайте дружно подпишемся от лайкаем и не забудьте передать от меня привет у нее в комментариях ссылочку вы найдете в описании под видео подписывайтесь обязательно до новых встреч пока пока ну а мы начинаем и нам понадобится конечно же творог пол килограмма чем жирнее тем вкуснее манная крупа 100 грамм или мука но муки тогда берете 120 грамм 100 грамм сахара песка сливочное масло 50 грамм 50 грамм молока чем жирнее тем вкуснее пара яиц в оригинальной рецептуре не идет ванилин не ванильный сахар но я советую все-таки капните буквально граммульку будет намного круче еще 10 грамм сливочного масла чтобы смазать форму и буквально 5 грамм панировочных пшеничных сухарей будьте внимательны если возьмете пикантные то запеканка получится с привкусом приправы пшеничные панировочные сухари и еще для румяной корочки нашу вкуснейшую запеканку нужно чем-то смазать сборник рецептур говорит что нам для этого потребуется сметана но моя свекровь которая проходила по молодости практику в детсадовской столовой говорит что они всегда смазывали яйцом а именно желтком сегодня проведем эксперимент какая намазка будет более с румяной корочкой рецепт начинается с того что творог нужно протереть через мелкое сито но если у вас есть блендер используйте его но если нет то вооружайте ситом и протирайте в удобную емкость помещаем творог ванилин вбиваете пару яиц но желательно сначала разбить каждое яйцо в отдельную чашечку сюда же отправляем и сливочное масло теперь когда пробили вливаем молоко и пробиваем еще раз вот такая творожная масса с мелкими мелкими фрагментами творога у вас должна получиться при вот водим лопаткой остается рисунок но если мы делаем так рисунок сглаживается минутка техники безопасности очень часто хозяйки вот так держат блендер потом когда нужно зачистить эту часть поднимают его не убирая пальцы с кнопки и начинают пальцем там лазить а так как его держать неудобно нажимают на кнопочку и пальцы приходится ехать зашивать поэтому будьте аккуратны либо выключайте приборы сети либо используйте какие-то приспособления а еще легкий способ очистить блендер довольно высокий стакан погружайте блендер и включаете короткими импульсами и блендер моет практически сам себя вам остается только навести частоту сверху теперь всыпаем сахар манную крупу и перемешиваем уже венчиком вот такая консистенция у нас получается убираем в сторонку чтобы манка разбухла примерно на 20-30 минут несколько слов о взаимозаменяемости вот например здесь в запеканке творожной указан вообще маргарин столовый но мы его заменяем на сливочное масло потому что так вкуснее да и маргарин уже не тот наша запеканка постояла 20 минут самое время включить духовку разогреваться и смазать форму сливочным маслом посыпать сухарями и вылить форму наше замечательное тесто и отправить выпекать форму смазали включаем духовку разогреваться до 200 градусов еще раз повторю до 200 градусов потому что видео про омлет ссылочку оставим здесь многие не расслышали температуру потому что видео я ее заявляла только один раз здесь я повторила будьте внимательны форму посыпаем сухарями боковинки тоже вот таким вот образом проходимся масса подзагустела отправляем ее форму напоминаю что мы будем делать сегодня эксперимент одну часть запеканки мы намажем сметаной а вторую яичным желтком делим массу на две половинки желток разбиваем и при помощи кисточки аккуратненько наносим потому что запеканка пока еще очень-очень нестабильная мягенькая тут надо действовать очень аккуратно ну а теперь вход идет сметана готова духовка уже разогрелась до 200 градусов отправляем запеканку на 25-35 минут готова моя запеканка пробыла в духовке 30 минут думаю вы сами догадались какая половинка намазана желтком а какая сметаной та-да-да-дам желток победил даем запеканки подостыть она чуть-чуть приосядет станет более плотной и будем нарезать прошло 10 минут запеканка чуть подостыла под а села режем теперь нужно полить сгущенным молоком но чтобы не испортить запеканку именно сгущенным молоком выбирайте обязательно в составе молоко нормализованное с сахаром ничего больше там быть не должно вот такая плотная но упругая запеканка получается пробуем ну конечно не чизкейк нью-йорк но очень нежная структура творожный вкус в меру сахара и не зря я добавила ванилинчик очень советую попробуйте вот такая вот вкусненькая как в детском саду творожная запеканка у нас сегодня получилось получится и у вас поблагодарите нас лайком пишите комментарии колокольчики подписки и делитесь этим видео в соц сетях а мы прощаемся на сегодня до новых встреч пока